К борьбе с произволом в ЖКХ подключат и муниципальные власти, причем ответственность чиновники разделят вместе с управляющими компаниями. Депутаты Верховного Совета Хакасии обсудили поправки в жилищный кодекс. О необходимости принять их парламентарии заговорили с начала этого года, после обострения ситуации в коммунальной сфере. Тогда муниципалитеты не смогли решить проблему самостоятельно, хотя такое право имели. За нарушение привлекать к административной ответственности и штрафовать управляющих компаний. Кварплаты необоснованно поднимали, люди жаловались, но ни одного штрафа коммунальщики так и не выписали. Впрочем, есть и другая сторона. Местные власти ограничены законом. Могут проверять только муниципальные дома. Это всего лишь 10% от жилищного фонда. Остальные 90% в полном распоряжении управляющих компаний. Муниципальным образованием отводится роль пожарных команд. Если есть обращение, тогда пойдут проверят, наведут порядок. Нет обращения. Все варится в собственную соку. И когда люди уже вышли, как говорится, на площадь, тогда начинается работа в соответствии с нашим законодательством. Депутаты предлагают не ограничивать надзор лишь муниципальным жилищным фондом. Поправки отчасти решат проблему. Мы не можем говорить о каких-то претензиях к органам местного самоуправления, если у них нет реальных рычагов воздействия на соответствующий жилой фонд. Поэтому вот эта законодательная инициатива в адрес Государственной Думы и позволяет дать такую возможность. Муниципалам развяжут руки. Они смогут проверять и наказывать коммунальщиков рублем. Но ответственность за порядок в сфере ЖКХ разделят и сами чиновники. Не будет контроля, штраф от 5 до 10 тысяч рублей. Несмотря на жесткость условий, муниципальные власти идею поддержали. Мы об этом давно просили. Мы хотим, чтобы нас уважали как минимум, как максимум, возможно, боялись. Те нерадивые управляющие компании, которые на территории наших городов и поселений пытаются управлять жилищным фондом. Мы хотим, чтобы с нами считались. В Хакасии создадут органы муниципального жилищного надзора. По сути, они возьмут на себя функции жилинспекции. Сегодня решают, как новая структура будет взаимодействовать с республиканским надзором. От такое сотрудничества крайне необходимо. Жилищная инспекция республики Хакасии никогда не решат все к цонам комплекс противоречий, который расположен на территории каждого муниципального образования и десятки тысяч домов. Там миллион вопросов. В целом поправки и законодательные инициативы уже поддержала фракция «Единая Россия» Верховного Совета Хакасии. И депутат Госдумы Виктор Соболев. Он посетил республику с рабочим визитом. В комитете лежит около 120 инициатив по изменению действующего законодательства. Из них 90% касающиеся именно внесения изменений в жилищный кодекс. То есть, с нашей точки зрения, он уже морально начинает устаревать. Депутаты скорректируют также документ об административных нарушениях по жалобам жителей. Муниципальные власти проверяют коммунальщиков. Нарушения подтвердились. Согласие собственников управляющую компанию можно поменять. Между тем, у населения республики появится еще один рычаг воздействия. В мае Верховный Совет Хакасии рассмотрит закон о защите прав потребителей в сфере ЖКХ. Закон Хакасии о бесплатной юридической помощи признали лучшим по Сибири. Высокую оценку документы его разработчики получили на заседании Координационного совета при Главном управлении Министерства юстиции России по Новосибирской области. Парламент республики представила Светлана Могилина. Напомним, федеральный закон гарантирует отдельным категориям населения бесплатную юридическую помощь. Регионы были вправе расширить список тех, кто может воспользоваться услугами юриста. И депутаты этим правом воспользовались. То есть они добавили в него многодетных родителей, инвалидов третьей группы, представителей коренного населения. Особо отметилось то, что мы своим законом защитили граждан, которые пострадали от чрезвычайных ситуаций и аварий техногенного характера. Это, безусловно, было взято другими субъектами на вооружение. И в рекомендациях было сказано, чтобы и они в своих законах субъектовых эти положения учли. На этом у нас все. За новостями республиканского парламента также можно следить и в Твиттере. Официальный аккаунт находится по адресу, который сейчас вы видите на экране. Выпуски программы «Парламентский дневник» вы можете посмотреть на сайте Верховного Совета Хакасии. Такой была неделя в Республике. Всего доброго. Продолжение следует...